Добрый день, Василий Дубинин, президент группы компании NJS Distribution. Тема моего выступления – кибербезопасность подстанции, стандартной, типовой. Вообще, тема кибербезопасности в последнее время в России становится весьма актуальной, на неё обращают внимание на самых различных уровнях, от самого высокого до локального. И на эту тему имеется достаточно много спекуляций, в том числе, что такое вообще кибербезопасность, как к ней подходить, чем заниматься. Зачастую понятие кибербезопасности или безопасности объекта энергетики сводится к обеспечению физической безопасности, ограничения физического доступа, видеонаблюдения и так далее, что, конечно, совершенно не то. Вообще, тема кибербезопасности находится на стыке нескольких дисциплин. И в силу этой коллизии классические, так сказать, интеграторы, классические специалисты, которые занимаются АСУ-ТП, плохо понимают, что такое информационная безопасность. Соответственно, структуры, которые занимаются информационной безопасностью, не очень хорошо ориентируются, что такое АСУ-ТП, и пытаются применять там свои стандартные подходы, которые не работают. Тут просто нужно сказать несколько слов о нашей компании, что мы как раз три года занимаемся вопросами именно кибербезопасности, то есть растем в этом направлении. И представлены материалы – это результат, так сказать, сублимация работ наших экспертов, прежде всего, по результатам их работы с объектами энергетики, в частности, с подстанциями. И мы как бы растем целенаправленно, растем в этом направлении, формируем именно там вот эту компетентность. Современное предприятие, вот если мы рассматриваем объекты энергетики, это сложная техническая система. То есть, с одной стороны, понятно, да, то есть всем понятно, что автоматизация основных процессов несет кучу пользы, повышает эффективность труда, снижает себестоимость. С другой стороны, чем больше мы используем элементов автоматизации, интеллектуальных элементов управления, тем больше получается у нас потенциальных точек сбоев, потенциальных точек угроз. Мы выделяем три основные причины, по которым могут возникать проблемы у промышленного предприятия, в частности, у объекта энергетики. Это сбой производственного процесса в связи с выходом из строя оборудования с УТП, либо в связи с его неисправностью, либо в связи с нарушением условий эксплуатации. Это сбой процесса в связи с человеческим фактором. Это могут быть ошибки сотрудников, это могут быть ошибки аутсорсеров. Сейчас достаточно распространена ситуация, когда производители, или поставщики оборудования, или программного обеспечения напрямую, самостоятельно устанавливают обновления. Ситуация, можете поверить, не столь редкая на свое оборудование. С подстанцией работают аутсорсеры, интеграторы, которые вносят какие-то изменения. И каждый такой акт является потенциально, несет угрозу, ошибки. Ну и, наконец, автоматизированная инфраструктура и современная подстанция. Это большой объем разнообразных данных. Это возникает проблема масштаба контроля, масштаба данных, которые необходимо контролировать и хранить. И работа с таким массивом также чревата определенными проблемами. К чему эта вот проблематика, к чему эти потенциальные угрозы могут перевести и уже приводят? Ну, вот несколько громких таких страшилок, но, тем не менее, абсолютно реальных. Вот, значит, 26-27 сентября в Бразилии хакеры перехватили управление объектами электросетевой компании. То есть город был обеспечен в течение двух дней. Более подробная информация о том, что там происходило, вот есть ссылка, можно посмотреть. Несколько набивший оскомину, но, тем не менее, продолжающий сохранить свою актуальность вирус Staxnet, полностью парализовавший или там задержавший работу в Иране по обогащению. Ну, это, так сказать, ситуации прямых атак, да, то есть таких злых умыслов. Но, там, правда состоит в том, что сами производители оборудования, если вы посмотрите на какие, ну, всем известные, продвинутые, сами признают наличие в их программном обеспечении уязвимостей, которые могут послужить либо точками атаки, либо причинами сбоев. И эти уязвимости носят объективно технологический характер. То есть это не злой умысел, не какие-то закладки врагов, а это, значит, заложено в самом сути процесса. Вот имеется вполне, значит, открытая база знаний по уязвимостям. Адрес приведён выше. И это просто, так сказать, один скриншот. Эта база весьма значительная и пополняется практически ежедневно. Если говорить о… то есть вот то, что мы сейчас говорили, это всё-таки так или иначе уязвимость или атака, это связано с внешними угрозами, но, как показывает мировая практика, и наши эксперты это подтверждают, если говорить о некоторых умышленных и неумышленных инцидентах, то есть причинах сбоев работы под станцией, то соотношение где-то 80 на 20 в пользу неумышленных. К неумышленным мы относим дефекты оборудования. Внешние угрозы – это вот ровно работа аутсорсеров, работа по заливке обновлений программного обеспечения, потому что не всегда производитель учитывает ту специфику, в которой работает конкретное оборудование. И человеческий фактор – ошибки персонала, ошибки интеграторов, ошибки удалённого подключения. Но долю умышленных инцидентов приходится всего 20%, делятся они где-то 50 на 50, с небольшим перекосом в сторону внутренних угроз, потому что есть недовольный нелояльный сотрудник, который может своими действиями весьма существенно повредить функционирование подстанции. Ну и вот меньше половины, но тем не менее около 10% всех инцидентов – это умышленная атака либо группы злоумышленников, террористов, или, пардон, детские шалости, группы хакеров. Эта проблема не нова, она осознаётся на самых разных уровнях, вот международных. Здесь мы коротко перечень дали стандартов Международной электротехнической комиссии, которые рекомендуют защиту, использовать определённые подходы к кибербезопасности. Значит, на государственном уровне Российской Федерации есть уже разработана нормативная база, начала разрабатываться давно. В частности, весьма значительные рекомендации и требования содержатся в федеральном законе о противодействии терроризму, в специальных законах о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. Наши, так сказать, компетентные органы, то есть органы ответственные за это дело, в частности, в СТЭК, принял целый набор положений, рекомендаций. Ну и тут следует особо отметить 31 приказ от 14 марта 2014 года, который впрямую требует защищать и обеспечивать кибербезопасность критических объектов. Вот, и сейчас уже мы сталкиваемся с тем, что начинает требовать выполнения этих требований. К чему вот эта общая вводная часть, чтобы обрисовать, так сказать, предметную область, с чем мы имеем дело? Теперь вот к чему это относится? Вот на схеме представлена типовая, достаточно типовая подстанция, точнее, АСУТП типовой подстанции. Здесь мы рассматриваем АСУТП Сименс. Наши эксперты провели аудит почти двух десятков объектов за последние, так скажем, полгода. Ну и достаточно очевидно выявили набор, так сказать, угроз, направлений, через которые могут прийти угрозы. То есть, во-первых, это переносные армы инженерного персонала. То есть, каждый из них, это удалённые подключения, это непосредственно ноутбуки, специализированные армы, которые подключаются к АСУТП подстанции для выполнения разовых, тестовых или регламентных работ. Это, во-первых, конечно, каналы связи с РДУ и РДП, ЦЭС, которые также могут потенциально являться источниками угроз, ну и рабочие станции инженерного и диспетчерского персонала. Как защититься? Что необходимо сделать для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить стабильность процесса, парировать существующие угрозы, с другой стороны, не нарушить течение основного процесса и обеспечить все необходимые требования. Мы предлагаем комплексное решение, которое уже опробовано, прошло соответствующее тестирование и пилоты, и включает в себя несколько ключевых элементов. Значит, первое, это разграничение прав авторизированных пользователей путем установки специального промышленного оборудования, вот Firewall, который понимает основные протоколы, по которым работает АСУТП подстанции и обеспечивает разделение подстанции, ну, там, сети АСУТП на зоны ответственности. Таким образом, сотрудник, который, значит, работает только с тем сегментом, с тем количеством узлов и объектов АСУТП, которые ему предписаны, и не может влиять на работу, так сказать, остальных элементов, которым у него просто нет права доступа. Соответственно, вторым элементом это авторизация пользователя, то есть поскольку Firewall пускает авторизированных пользователей, возникает задача понять, что пользователь именно тот, за кого он себе выдает. Значит, это тоже, также сертифицированное в стек решение по авторизации. Значит, третий элемент это мониторинг действий пользователя. Это очень часто возникает ситуация, когда, ну, извините за сленг, сеть легла, что-то, значит, там не работает, непонятно, что произошло, виноватых не найдешь. Расследование инцидентов любых, да, там, крайне затруднено, ну, просто потому, что не сохраняется информация реально о действиях, которые пользователи и диспетчеры предпринимали. Предлагаемое решение просто фиксирует все необходимые действия и позволяет достаточно оперативно выявлять причины сбоев и вносить необходимые изменения либо в организационный процесс, либо, значит, в должностные инструкции с персонала, да, с тем, чтобы избежать повторных инцидентов. Третий, значит, четвертый элемент это система контроля действий и обеспечения безопасности АРМ и серверов под станции. То есть нужно понимать, что каждый, то есть не только каналы связи, да, но нужно понимать, что каждый объект, каждый сервер также является там точкой риска, точкой каких-то возможных неправомерных или угрожаемых действий. Нелегитимный, нехороший софт может быть занесен диспетчером при помощи, не знаю, флэш-карты или каким-либо другим способом. Какие-то, значит, люди могут там попытаться перехватить управление, да, и рабочая среда должна быть соответствующим образом защищена. И, наконец, пятый элемент это система защиты периметра и обеспечения безопасности удаленного доступа. То есть таким образом мы обеспечиваем контролируемый и управляемый доступ в том числе субподрядчиков и аутсорсеров по работе с оборудованием станции. То есть и избегаем, ставим заслон атакам злоумышленников, которые могут пытаться воспользоваться уязвимостями в установленном на станции программном обеспечении. Как и где еще то есть подобные, то есть помимо обеспечения непосредственно стабильности работы и безопасности работы подстанции, предлагаемый подход также несет ряд дополнительных бонусов и может использоваться для решения ряда побочных задач. Например, это выполнение федерального закона 261 об энергоэффективности и энергосбережении. То есть повышение стабильности работы подстанции, лучший мониторинг состояния дел, повышает эффективность использования ресурсов, повышает их стабильность и заметно и значимо приводит к снижению аварийности, повышение эффективности обслуживания и в итоге к энергоэффективности. Ну и самый очевидный способ, то есть при использовании подобного подхода с использованием сертифицированного стек-оборудования появляется возможность использовать для коммуникации все возможное разнообразие каналов связи. от выделенных оптоволоконных линий до ADSL-модемов, интернета 3 и 4G, возникает возможность безопасного дублирования каналов связи, что приводит к повышению стабильности и скорости взаимодействия с конкретным объектом подстанции. на стенде компании Phoenix Contact вы можете посмотреть как раз специализированный промышленный фаервол МГУАРД, ознакомиться с его техническими характеристиками, примерами применения, условиями работы, в руках подержать. Готовы ответить на вопросы. Вопросы, пожалуйста, докладчику. Добрый день. Вот вы когда перечисляли все факторы, которые там нужно учитывать, когда системы такие создаются, то есть откуда могут быть атаки, вы не смотрели вопрос, а что у нас с элементной базой, когда создаются такие системы? Есть какая-то система оценки, что у нас то железное, которым реализовываются такие системы, там уже нет лишних элементов, закладок, которые там до времени спят, потом просыпаются, и там какие-нибудь нехорошие дела. Ну, значит, что касается закладок, все-таки большинство оборудований, которые мы рекомендуем, есть стандартные процедуры, там, сертификации, аттестации оборудования. То есть есть что? Ну, во-первых, в СТЭК, существуют соответствующие процедуры, сертификация в СТЭК, во-вторых, существуют отраслевые институты, которые там, ну, есть ряд организаций, которые этим занимаются. Еще раз, понимаете, умышленных закладок, они встречаются очень редко, очень редко. Ну, другое дело, что, еще раз говорю, то есть объективные технологические уязвимости, которые просто, ну, вытекают, что ли, из сути программирования, из сути самопроцесса, они, еще раз, они всегда есть, они не могут не быть, если их нет, нет, программа не работает, то другое дело, что, так сказать, компании-разработчики наименее вероятного союзника, то есть они, безусловно, информируют свои компетентные органы о наличии тех или иных уязвимостей, и, безусловно, компетентные те товарищи могут ими воспользоваться. И это происходит, это происходит. Но это, еще раз говорю, неумышленная закладка, это просто понимание технологий. Вот, поэтому лучше защищаться. Спасибо. Есть еще вопросы? Пожалуйста. У меня вопрос. А вот, во-первых, сколько объектов вы уже оснастили подобной системой, сколько подстанций, и вообще, как давно вы этим занимаетесь? Ну, значит, занимаемся мы этим три года, разрабатываем подход. То есть, наш круг интересов не заканчивается электроэнергетикой, потому что тема достаточно актуальна и везде, и в нефтяном, и в газовом, и в жилищном, коммунальном хозяйстве. Мы провели успешное испытание этого решения на стенде «Энергосеть проекта». То есть, получено положительное заключение. На данный момент готовится к запуску, соответственно, пилотный проект, который, ну, по определенной процедуре. Есть опыт применения этого решения в Центральной Азии. Там процедуры устроены попроще. Это, прежде всего, Казахстан, Узбекистан. Вот. Но, еще раз говорю, сам подход и тематика достаточно нова, и нельзя с бухты-барахты просто вот что зачастую происходит. То есть, еще раз говорю, компания, специализирующейся на информационной безопасности, берут стандартное оборудование и ставят его на подстанцию, предполагая, что оно будет эффективно выполнять функции безопасности СУТП. Не работает, начиная от непонимания протоколов, на котором общается соответствующая подсистема, и заканчивая просто там незащищенностью от электромагнитных наводок. процесс внедрения оборудования на подстанцию, то, что мы показываем, еще раз говорю, было протестировано на совместимость, например, с оборудованием Сименс, и мы гарантируем, и соответствующий институт гарантирует, что это оборудование там не нарушит работу подстанции. Без полугодового пилотирования, ну, невозможно рекомендовать, то есть, вот мы сначала разрабатывали решение, потом полгода его пилотируем, сейчас три месяца начинается пилотный проект на рабочей подстанции Москвы. Соответственно, в Казахстане работает, в системе кемов. Я как бы мысль закончу, просто я вот обращал внимание на вашу презентацию, вы используете слайды, которые мы и Феникс Контакт уже два года как применяем, и два года как система работает. Это построено в Владивостоке, это построено в Иркутске. Ну, мне трудно отнестись к этому, я не видел применения этих слайдов в течение двух лет. Я думаю, что они не утратили свои актуальности, значит, безусловно, многие Феникс Контакта из презентации растут, но из песни слова не выкинешь, оборудование Феникс используется в нашем комплексном решении, но в этом комплексном решении используется также набор и других производителей, российских и нероссийских. Чтобы не превращать это в рекламную речевку, я готов к вам подойти и подробно рассказать. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, вы сказали, что вы обследовали ряд энергических объектов и соответственно при этих обследованиях при аудите выявили какие-то действительно системные системы, которые могут провести атаку, хакерская атака и так далее. Подскажите, как осуществляется непосредственно с вашей стороны сокрытие информации, чтобы она не нашла распространения именно для этих целей. То есть, понимаете, вы, обследуя подстанцию, получаете мощнейшее оружие для того, чтобы кто-то этой информацией воспользовался. то есть, безопасность на безопасность. Ну, да, кто будет сторожить сторожей? Ну, во-первых, давайте я начну с такого, что, к сожалению, реальное состояние кибербезопасности наших подстанций таково, что даже если мы начнем бегать с транспарантами, что там делать, мы не сильно ухудшим ситуацию. То есть, состояние таково, что уже можно почти ничего не бояться. в ряде случаев управление подстанцией можно перехватить, извините, с помощью мобильного телефона. Это не шутка. Часть серверов смотрит в открытый мир, то есть, просто если вы знаете его IP-адрес, вы можете зайти со своего рабочего компьютера на этот сервер, и это не вопрос наш, это вопрос, к сожалению, любопытства и настойчивости какого-нибудь школьника, хакера, средней руки. Это факт. Что касается непосредственно нас, то, безусловно, мы, российская компания и граждане Российской Федерации, на нас распространяются все нормы уголовного административного права, мы подписываем соответствующие документы и обязательства, мы имеем соответствующие допуски от ВСТК и ФСБ на подобные работы. вот, ну и там, нюанс состоит в том, что как раз по результатам нашей работы, там, где мы поработали, подстанция становится, будет безопасной, даже мы не сможем ее сковырнуть, потому что это абсолютно отчуждаемая система, управление, которое полностью находится у сетевой компании. Есть еще вопросы? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.